Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! Раскидистая и насыщенная крона южноафриканской красавицы кливии миниатой весьма привлекательна в искусстве украшения интерьера дома. И сегодня, очень кстати, у нас появилась возможность поучаствовать в спасении экзотической гости, самостоятельно составить сложный субстрат для кливии, посодействовать лечению и пересадке, опронизировав чужие ошибки, в дальнейшем обеспечить вниманием красиво цветущие растения и создать наиболее благоприятные условия содержания. Аккуратно извлечем подросшую детку кливии из транспортировочного горшка. На мой взгляд, любой молодняк быстрорастущих и хорошо развивающихся растений целесообразно проращивать в транспортировочных, недорогих горшках, которыми в случае необходимости в целях сохранения корневой системы проще пожертвовать, разломив на части. Корневая система кливии разрастается очень активно и порой разрывает горшки. Рассаженные весной от взрослого растения детки кливии хорошо растили зелени корни, которые в процессе роста, выскочив на поверхность, остались без досыпки грунта. И хотя полив был привычным, без заливов и излишеств, злую шутку сыграл сквозняк от открытой двери веранды. Несмотря на конец ноября, ночные температуры пока не снижаются до нулевой отметки, но этого оказалось достаточным, чтобы ствол кливии завалился на бок, а открытые корни от вулгли. Молодое растение только начало формировать собственную корневую, и хотя урон от сквозняка с понижением температуры значительный, но корневая шейка цела и еще не затронута гнилью, и у нас появился шанс спасти растилку. Многочисленные отверстия в нижней части транспортировочного горшка, проделанные для хорошей аэрации, уберегли от гниения корневую. Плотные видоизмененные клубни отделяются от самой шейки. Часть листьев мы утратим, но растение сохраним. В условиях комнатного содержания средней полосы России открытая корневая в холодное время года губительна для кливий миниаты. Мне пришлось отделить все видоизмененные клубни, которые вызывали хотя бы малейшие сомнения в своем здоровье. Кливия была оставлена на просушку на 2 часа под лампой ультрафиолетовой. И поскольку любая влага сейчас противопоказана растению, саму корневую шейку обработали при помощи ватного диска очень слабым, чуть розовым раствором органцовки. Подсушив от лишней влаги, обработаем открытую корневую шейку и кончики клубни мелкодисперсной фракционной пылью древесного угля. Благо, она с избытком образуется по стенкам пластикового контейнера. Такой природный березовый антисептик. При пальпировании корневая шейка плотная, сухая и жизнеспособная. Выбор горшка для африканочки не случайен. Растению предстоит провести в нем ближайшие 2-3 года. Время на восстановление и адаптацию, время для цветения, время активного роста. Донная часть горшка значительно уже, что позволит клубням быстрее свою территорию. На дно слоем 3-4 см выкладываем предварительно обработанный в растворе марганцовки просушенный керамзит. Сборный состав субстрата для восстановления и развития клинии мы сделаем легким, рыхлым, питательным и влагоемким. Для этого в равных частях по 3 лопатки положим листовую с опадом и дерновую в землю, лопатку свежего гумуса, 2-3 лопатки крупного, хорошо промытого и прокаленного в жрачном шкафу плечного песка. Для улучшения корнеобразования добавим в почвенную связь половину лопатки природного минерала циолита, а для лучшего дренирования почвы различные величины фракции красного кирпича и кирпичной крошки. Для пересадки пострадавшей клеей в наш субстрат мы добавим сапропель в отношении 1 к 4, то есть 4 лопатки к полученной почвенной смеси. Подобные сочетания преобразуют субстрат в плодородную и питательную почву, а создав благоприятную для развития микрофлору, защитит растения от различных патогенных форм. Для нас это крайне актуально. Сапропель стимулирует развитие корневой системы, и хотя видоизмененные клубни белые, чистые, без признаков избытка влаги, количество их крайне мало. Впрочем, для восстановления растений будет вполне достаточно. Сапропель способствует хорошей приживаемости растения, активно питая на протяжении всего роста и развития. Наша кливия – вечно зеленая и высокодекоративная культура с эффектными цветками, сменяющими друг друга на протяжении месяца. Сапропель способствует продолжительному цветению красиво цветущих декоративных культур. Сапропель – единственное почвообразующее удобрение, которое питает растения и восстанавливает плодородие почвы. Аккуратно добавим в субстрат мелкие фракции древесного угля, природного антисептика, и приступаем к умешиванию почвы. Не поленитесь хорошенько перемешать субстрат, это сделает его более легким и обогатит кислородом. Для лучшей аэрации, помимо имеющихся дренажных отверстий снизу горшка, я проделываю несколько боковых отверстий, нагрев на огне спицу. Поместив часть субстрата поверх керамзита в нижнюю часть горшка, примеряем кливию. Нам это сделать очень непросто, поскольку одна сторона резумы полностью лишена корней. Разложив по поверхности почвы водоизмененные клубни кливии, образуем некое подобие пружины, в основании которой и разместится резома. Разместив растение по центру композиции, вначале заполняем оставшееся пространство между корнями, имеющимся субстратом, и только после этого начинаем заполнять полностью горшок. Расти кливия – большая, здоровая и красиво цветущая. Кливия миниата – вечно зеленая, травянистая, многолетнее резоматочное растение, предпочитает мягкий климат и влажную почву. Ее роскошные темно-зеленые листья узкие и гладкие, имеют шириной до 8 см и могут достигать до метров длины. Среди многих сортов наиболее распространенным является кливия киноварная и кливия грандифлора. Поскольку только одна часть резома нашего растения имеет видоизмененные клубни, для больше устойчивости я добавлю в сустрат небольшое количество керамзитных шариков. Первый полив после пересадки следует провести не ранее, чем через трое суток привычной для нашей кливии чуть теплой водой обратного космоса. Я намеренно не погружаю резом глубже, стараясь избежать повреждения оставшихся корней и давая ей возможность осесть самостоятельно и истратить предполагаемый избыток влаги. После первого полива субстрат немного осядет, что даст мне возможность досыпать им резомку. Для тех любителей домашнего цветоводства, кто впервые столкнулся с кливией, следует знать, что новый виток видоизмененных клубней кливии образует под самым нижним листьями, обвивая резому. И пожелтевший нижний лист ознаменует собой готовность новообразованных корешков осваивать почвенный субстрат. Кливия миниата – уроженка Южной Африки и нуждается в большом количестве света. Хотя и следует избегать попадания прямых солнечных лучей. Разрастаясь в группе, королевская кливия создает впечатляющий декоративный эффект. Цветение кливии божественно! Невозможно оторвать глаз от оранжевых облаков цветов. При правильном уходе кливия плодовита. Более взрослый экземпляр растения по окончании цветения стал активно наращивать детки. А вот отцветшему цветоносу я даю возможность подсохнуть, после чего аккуратно выкручиваю из резомы. Согласно концепции комнатного цветоводства, ухаживая за растениями, мы погружаемся в созерцание и размышления высоком и прекрасном. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хайлинг и ставьте лайки! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...